Привет, друзья! Андрей Державин – известный певец, аранжировщик, композитор. Создатель группы «Сталкер» почти два десятка лет был клавишником машины времени. Имя Андрея Державина гремело в 90-е годы, именно тогда его популярность достигла своей наивысшей отметки. Его композиции «Журавли, без тебя, Катя Катерина, не плачь», Алиса распевала практически вся страна. В последнее время он не балует журналистов своим вниманием, потому что не любит их манеру переворачивать всю информацию, правду превращать в слухи и наоборот. Когда-то они уже сделали его сыном артиста Михаила Державина, а потом долго муссировали слухи о его болезни, только по той причине, что он кардинально изменил свой имидж, постригся наголо. Давайте же узнаем, как живет этот замечательный человек и кто его жена. Родился Андрей Державин 20 сентября 1963 года в Коме, в небольшом городе Ухта. Его родители, Владимир и Галина Державины, не были местными жителями. Родиной отца был Южный Урал, мама уроженка Саратовской области. Они работали инженерами-геофизиками и абсолютно никакого отношения к миру искусства не имели. Кроме Андрея в семье подрастала дочь Наташа, моложе его на 8 лет. Родители смогли рассмотреть творческие наклонности сына и решили, что лучше всего их развивать в музыкальной школе. Буквально с первых занятий стало понятно, что мальчик обладает абсолютным слухом и способностями к музыке. Особенно ему нравилось ее самому. Поначалу он учился по классу фортепиано, потом его увлекла гитара. После получения школьного аттестата Андрей стал студентом индустриального института. Выбор пал на этот вуз, потому что он был единственным в родном городе, а уезжать Державину не хотелось. В годы учебы Андрей познакомился с Романом Абрамовичем, который тоже учился в этом вузе. Вместе со своим другом Сергеем Костровым Андрей создал музыкальный коллектив «Сталкер». В начале своей карьеры они выступали с инструментальными произведениями, солиста у них не было. В 1985 году они поняли, что в репертуаре нужно что-то менять, и Державин взялся за микрофон. В его исполнении прозвучала композиция «Звезда», которая впоследствии вошла в одноименный альбом. В этот же сборник вошли песни «Я не хочу помнить зла, без тебя», которые гремели в конце 80-х. После головокружительного успеха первого музыкального альбома группы, музыкантов взяла под свою опеку филармония города Сыктывкар. Под таким покровительством музыканты смогли совершать гастрольные туры практически по всей стране. Основным направлением их творчества стала поп-музыка, а подтанцевальные ритмы коллектива зажигало не одно поколение молодых людей. Постепенно, от концерта к концерту, популярность группы росла, у них появляются свои фанаты. В 1989-м лидеры группы «Державин и Костров» приняли решение поехать в столицу. Их пригласил Александр Кутиков, композитор «Машины времени» и владелец студии звукозаписи. Именно на его студии были записаны новые сборники, получившие название «Новости из первых рук» и «Жизнь в придуманном мире». Вскоре они попадают на телевидение, где создают свои первые видеоклипы на композиции «Три недели и верю». Песня «Три недели» прозвучала в передаче «Утренняя почта» и помогла музыкантам прославиться на весь Советский Союз. В преддверии нового, 1990 года на ТВ прозвучала композиция «Не плачь, Алиса», и именно с того дня Державин приобрел невероятную популярность, граничащую с истерией. Толпы обезумевших поклонниц буквально не давали ему спокойно передвигаться по городу, они ожидали его у подъезда дома, рядом с музыкальной студией «Синтез» и других местах, где появлялся их кумир. Вскоре заговорили о его невероятном внешнем сходстве с Юрием Шатуновым, звезда которого тоже начала разгораться на музыкальном Олимпе. Они не были не то что братьями, но даже и дальними родственниками, но все сходились во мнении, что они имеют много общего. Державин всегда выглядел молодо, и понять, кто из них старше или моложе, не удавалось даже самым преданным его фанатам. Одна из самых популярных композиций группы «Не плачь, Алиса» стала красивой точкой в биографии коллектива «Сталкер». В 1992-м группа распалась, хотя спустя год они один раз встретились, когда их пригласили выступить в рамках фестиваля «Песня года». В том же году они стали лауреатами этого конкурса. Свою единственную любовь Елену Шахудинову Андрей встретил на репетиции дня факультета в их общем Ухтинском индустриальном институте. Лена тут же вспомнила, что «Сталкер» играл на ее школьном выпускном, после чего они непринужденно разговорились. Влюбленные первокурсники поженились сразу, поселившись после свадьбы у родителей. Через четыре года у них родился сын Владислав, и им дали комнату в общежитии. В одном из своих интервью артист вспоминал, как они, молодые родители, гордые своей самостоятельностью, прогуливались с коляской по улицам города и по пути увидели мебельный магазин. Как было принято в те годы, коляску с ребенком Лена и Андрей оставили у входа, а сами решили присмотреть мебель для нового жилья. Но так увлеклись процессом выбора, что вышли из магазина и пошли домой. На полпути почувствовали, что чего-то не хватает. Словно попав в кипяток, побежали обратно. Коляска так и стояла возле входа, в ней мирно посапывал спящий малыш. Когда Державин уехал в Москву, через некоторое время из Ухты туда приехали и жена с ребенком. Поначалу жить приходилось на съемных квартирах со всеми прелестями временного жилья. Но, как признавался музыкант, вместе они преодолели все трудности, даже те, которые подстерегают человека, когда он оказывается на вершине популярности. Молодой, красивый и талантливый исполнитель всегда был под прицелом тысяч взглядов влюбленных поклонниц. Лишь благодаря мудрости супруги, считает Андрей, у них сохранилась дружная любящая семья, в которой в 2005 году родилась, еще и дочка Анечка, по данным других источников, девочку зовут Алиса. Желание понравиться противоположному полу – мощнейшая мотивация для любого творческого человека. Это та сила, которая заставляет писать песни, рисовать картины, делать научные открытия. Так устроен мир. Попадись мне вместо Лены какая-нибудь истеричка, неизвестно, беседовали бы мы сейчас с вами или нет. Может, она бы из ревности убила меня сковородой. Но мне очень повезло с женой. Лена не только красавица, подарившая мне замечательных детей, сына и дочь. Главное, она очень мудрый и терпеливый человек. Поэтому мы с ней до сих пор вместе. Сейчас семья у артиста по-прежнему царят, любовь и радость. Невестка Анастасия и сын Владислав, лидер группы «Стинки», сделали Державина трижды дедушкой, родив поочередно детей Алису, Герасима и Маргариту. Андрей Державин сейчас. До 2017 года музыкант выступал в составе «Машины времени». Затем у него появилась идея воссоздания оригинального звука своей группы «Сталкер» с применением современной техники. В студии музыканта сохранилось оборудование, в том числе секвенсоры, притечи музыкальных компьютеров, которые группа использовала одной из первых. В Андрея проснулся технарь и он придумал, как соединить старую и новую технику, и ему захотелось выйти на сцену с новым проектом. Державину тут же стали поступать предложения о выступлениях, он решил расстаться с «Машиной времени», чтобы вплотную заняться собственным проектом новым «Сталкером». Он создал полноценную обновленную концертную программу, сочетающую в себе как совершенно новые песни, так и знакомые, любимые всеми хиты, прибавив к этому подзабытые композиции первых «Магнита» альбомов. Из прежнего состава со мной сегодня Сережа Костров, мой друг и соратник, автор большинства текстов песен. В программе концерта и самые первые сталкеровские песни, «Звезды», «Ночной город», «Я верю» и более поздняя, «Брат», «Журавли», «Алиса», «Та, которая уходит в дождь», а также многие другие. Весной 2019 года впервые за 20 лет Андрей Державин и группа «Сталкер» отправились в большой гастрольный тур по всей стране, а осенью в московском Вегас-Сити-Холл состоялся сольный концерт артиста. Свет увидел и новый альбом «Песни о хорошем». В 2020 году Андрей Державин представил новую композицию «Связь». По словам музыканта, он ознакомился со стихами девушки случайно, а после решил посетить концерт. Вдохновившись одним из ее текстов, созвучным с одной из его готовых мелодий, он написал полноценную песню, которая стала хитом в чарте дорожного радио весной 2020 года. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.